Вот скажите, вот есть справедливость, ну как равенство между мужчинами и женщинами? Если вот в 33 года мужчина вознесся и стал богочеловеком проявленным, ну как бы это увидели. А вот женщина может вознестись вот в 33, например, года? И стать проявленным кем? Нет, Богородица это не то. Богородица это звезда, а Бог это свет. Это то, что идет от звезды. Правда, кто тогда формирует вот Богородица, непонятно. Если он появляется вот как идущий от источника свет, сначала и жесточник должен образоваться, правильно? Поэтому теология, наука происхождения человека и богов, она стоит перед философией еще. Поэтому, очевидно, задача, которую мы будем, как такую научную фантазию, пытаться обдумать, решить, применить эти знания и умения в жизни, наверное, это будет задача жизни человека на разных светах. Потому что если человек открыл ящик Пандоры, начал заниматься атомным распадом, термоядерным синтезом, что вызывает радиоактивное загрязнение, когда свет в течение десятков, сотен, тысяч лет излучается, период полураспада, то есть когда уже свет гаснет, очень большой. Ну, наверное, это все-таки, если человек делает мир таким, ему нельзя убегать из зоны, где вот такой мир он сделал, потому что он быстро, так сказать, всю свою полезную площадь проживания загрязнит, у него единственный выход – это или скафандрироваться, делать некое защитное для своих жилищ там саркофаги, и для своего тела тоже. И вот здесь вот возникает такая, знаете, задача целостности, потому что, в принципе, дополнительный свет какой-то – это условие мутации, то есть как бы тогда живой объект живет на двух, на разных светах одновременно, он может в результате использовать, ну, как бы по-разному этот свет, и тогда получается, что он может развиваться и будет более многомерный, более гармоничный. У него адаптационность растет за счет того, что разные виды топлива есть, которые он может использовать, он более универсальным становится. Но вот полная трансформация, когда ты, ну, как бы целиком, со всех сторон облучаешься. Вот как только ты с одной стороны облучаешься, у тебя получается дополнительная энергия и начинает, ну, например, расти только часть тебя. Ну, вот печенка растет, становится большой. А зачем тебе большая печенка, если все остальное тело не растет? И получается уже вот такая частичное изменение меры проектной, или так называемое уродство. Вот как избежать попадания в зону уродства и добраться до зоны невест Хиросимы, так называемых девушек, которые родились от японцев, которые получили полное радиоактивное облучение. И это послужило тому, что у них родились девушки высокого роста, красивые, очень гармоничные, тех, кого назвали невесты Хиросимы. С одной стороны, атомный распад послужил смерти сотен тысяч людей, они сгорели в атомном огне, а с другой стороны, то, что осталось свет радиоактивный, послужил толчком к развитию. Вот как не попадать в условия уничтожения, а попадать в условия развития? Как создавать для себя внешнюю среду, в которой ты можешь измениться, адаптироваться к ней? И самое главное, что ты можешь ее изменять, если ты, например, не успеваешь к ней адаптироваться. Каким образом можно замедлять процессы поражения, прекращать их, останавливать? Каким образом можно осуществлять использование энергии различных светов, примерять их в себе за счет изменения характеристик своего жидкого кристалла, своей клетки? Каким образом можно сделать клетку, заряжающуюся напрямую от света, от солнца, и стать солнцеедом, перейти на полевое и волновое питание, так называемое, если это вдруг тебе захочется, и для этого есть необходимые условия. Ну, например, ты где-то на юге, на Кавказе, например, в Сочи. И там света достаточно для того, чтобы убрать из отношений между солнцем и тобой все промежуточные трансформации энергии, когда свет солнца, энергия излучения, солнечная радиация превращается в энергию химических связей, в листочки в результате реакции фотосинтеза. То есть поле превращается в вещество, другие дрова получаются. Дальше уже этот листочек кушает коза, опять происходят реакции электролитического разложения. Дальше ты кушаешь козу, опять происходят реакции электролитического разложения, разложения вещества на энергию поля. А дальше уже вот это поле, этот свет усваивает клетка. Вырожденная бактерия, митохондрия, заряжается как гальванический элемент, как аккумулятор. И тогда возникает вопрос, а зачем вот эти все промежуточные ступеньки, когда солнечная энергия выходит в виде поля, приходит в виде поля, и клетка заряжается от поля, как аккумулятор, как конденсатор, как катушка. Зачем трансформации вот одно в другое, третье? Ведь там же потери, там же загрязнение, там же нехватка. поэтому проект «Ура! Новая женщина» это часть проекта «Ева и the first man». Ева – первый представитель цивилизации. Это создание женщины до мужчины, до Адама. Но тогда получается, что в этот проект надо внести некое изменение, потому что если Ева считается назад, вот с той стороны, Ави, святая, то надо, чтобы она была святая отсюда, оттуда Ева. надо ввести какой-то вот изменитель спина, изменитель направления вращения частиц. Надо ввести анти-мир. Но если это сделать, тогда, если будет возможна регуляция процесса и антипроцесса, время и антивремя, время идущее в одну сторону по часовой стрелочке и время идущее в другую стрелочку против часовой стрелочки, антивремя, отматывающее, ну тогда можно регулировать возраст тела и держать его в каком-то там возрасте вечной весны. Оно не будет стареть, не будет морщиниться, чтобы тело сохраняло тот образ молодой, упругий, спортивный, привлекательный для мужчины, поскольку мужчина любит глазами. Ну, значит, надо решить задачу сохранения образа женщины, сохранения тела женщины, потому что для мужчины это не главное. Поскольку женщина любит ушами, значит, мужчина должен иметь просто хороший магнитофонный звук. А выглядеть он может как угодно, потому что потушил свет и все равно тебя не видно. А вот что ты говоришь, вот это женщина слушает. И поэтому даже толстый, противный мужчина, если он умеет говорить женщине правильно слова, то, что она даже не ждет от него про себя, а он это все-таки говорит, он открывает в ней ее новую, сильную, неожиданную сторону, ну, вот, женщины любят ушами. И поэтому обмануть их очень легко. ей надо, чтобы она была самая, но единственная. А в переборе единицы там всегда ты самый, потому что сравнивать несколько. Поэтому женщина и стремится, чтобы она была у мужчины единственной, чтобы у него не было возможности сравнить. но поскольку сравнение это прерогатива науки, тем самым женщина пытается удержать мужчину в зоне веры, в зоне верующего. Но она применяет технологию науки для того, чтобы оперировать понятием веры, что само по себе принципиально неправильно. То есть она говорит, ты докажи, что меня любишь, тогда я тебе поверю. Вера не требует доказательств. Доказательства требует наука. И тем самым женщина разворачивает мужчину от научного мышления, от способности моделировать некий качественно другой мир, некое будущее, она ему сворачивает голову назад, чтобы он смотрел только в прошлое. И это у нее тоже такое инстинктивное поведение, поскольку она в прошлом гораздо лучше, чем в будущем. В прошлом она молодая, румяная, а в будущем, как сказал про это Ваня, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что само по себе несправедливо, поскольку потеря устойчивости образа или старения тела, оно не предполагает подобие творения творцу. У творца тело не стареет. Но поскольку женщину делали не подобный творцу, а подобного творцу делали мужчину, ну вот тогда вопрос, чего она плывет. Ну, имеется ввиду, конечно, образ тела, про образ души, образ разума я пока не буду говорить. Вот в истории человечества как бы очень много попыток различных было сделано для того, чтобы сохранить возраст вечной весны, сохранить молодость тела. и они были направлены как бы в двух направлениях. Одно направление это замедление процессов. Это вампиры, это свежая кровь, это уменьшение свободно радикального кислорода в крови, чтобы не происходило окисление и процесс образования едов, разрушения, старения, собственно говоря. но поскольку мы с вами такие лихие курортные фантазеры, надо понимать, что у нас нет никаких идеологий, нет никаких обязательств, мы просто играем, и вы это должны понимать. Если какая-то игра вам неинтересна и не хотите в нее играть, ну придумаем другую игру. Но чтобы смысл в этих играх был, надо, чтобы все-таки эти игры приводили какой-то состоятельности. Поэтому для того, чтобы не трогать каждого, не нарушать его свободу воли и его жизненный набор принципов, качеств, отношений с миром и так далее, состояний, наши игры будут в основном направлены не на изменения индивидуума, а на создание новых сетевых форм жизни. Сетевых коллективных форм как единого целого, где объединение различных живых объектов в живую сеть, у которой общее тело, общий разум, единая душа, она осуществляется за счет не распадов, а то будут религиозные всякие деятели ругаться, что это там дьявол или еще какая-то фигня, а за счет синтезов, за счет того, что они называют Богом, за счет увеличения проявленности в отношениях между людьми Творца, Света, Любви, получается кольца трансформационные, которые позволяют создавать сетевые разумы, как компьютеры параллельные, сетевые тела, сетевые души, и эти связи, они не ухудшаются и не прекращаются на любом расстоянии в пространстве и во времени, во временном пространстве, они сохраняются как связи в прошлом, как связи в будущем, есть возможность решить задачу, научиться жить во времени, научиться быть взаимопонимающими, взаимочувствующими, взаимодействующими, то есть это переливчатая система, когда в каком узле есть необходимость, туда и переливается жизненная потенция, как разумность, чувственность, обладательность, по мере просто необходимости для этого узла, для этого человека, вот этих качеств, этой энергии, этой информации, этих состояний, и добиться вот такой переливчатости для того, чтобы все-таки не трогать и не нарушать равновесие между дневным и ночным дозором, между Богом и дьяволом, лучше всего тогда через Богородицу, то есть на шаг повыше, увеличив число проявленности богородичного качества или качества рождения света за счет того, что в тебе появляется больше плазменных капелек, маленьких солнышек, искр Божьих, из которых можно разгорать пламя творческого огня, творческого горения, любовного горения, и тогда ты можешь не стяжать Святой Дух, бродя по белу свету, по своему жизненному предначертанному пути, а ты можешь тогда делать так, чтобы через тебя шел путь, причем он шел мгновенно, нультранспортировочно, из любой зоны пространства, из любой зоны времени, там, где он проявлен и применим для созидательности, там, где дом Святого Духа, где его родина, где он растет и размножается, поэтому оттуда ему куда-то надо переселяться, ну вот ты можешь быть таким домиком, Бееп, Беепбееп, Да, да. Поэтому можно, конечно, ходить по белому свету в различные святые места, в месторождение света, где есть источник излучения, и заходя в зону терминатора, проходя границу света тьмы, заходя в зону под прожектор, облучаться, мутировать, изменяться, получая капельки плазмы, чистый, светящийся, плотный дух, святой дух. А святой – это через эти капельки, получая информационный переброс качеств, знаний, умений. Ну вот можно ходить от одной звезды к другой звезде и собирать тут буква А, тут буква Б, вот так вот. А можно ленивей, можно взять точку сборки, куда приходит свет от всех звезд, и там сидеть. И двигаться вместе с этой точкой. Это ленивей. Ты сразу получаешь синтезный свет. У тебя многомерная, одновременная накачка идет. Непоследовательно. А, Б, и А, и Б, и С, они идут. Ну, как у укропа. Ну, это ленивая, но не очень. Ну вот применяется эта технология зонтичного устройства Вселенной Света, куда свет вселяется. Ну, скажем, в анимационных программах для вас, когда вы приезжаете в какое-то место, и туда же приезжают те, которые уже прошли различные точки и набрали разных светов. И теперь такой источник такого света находится среди вас. И фактически получается, что вы находитесь в точке сборки светов. И облучаете сразу всеми светами радуги. И у вас появится радушное настроение. Потому что вы чувствуете, что те, кто вас ждут, встречают, стараются, чтобы ваша жизнь была добрая, красивая, разносторонняя. Что они к вам радушно относятся. Они радушные хозяева, а вы радушные гости. А потом это меняется местами. Теперь вы радушные хозяева, а они радушные гости. Когда вы в модели театра творчества зрителя из зрительного зала выходите на сцену и начинаете там гениально жить. Гениально, играя роль немого, глухого, слепого. То есть вы реализуете великое три единства, которые на востоке отображают, как три обезьяны, у которых зажат рот, уши и глаза. Ну а потом, когда вы научитесь не будоражить мир своим несовершенством, окажется, что после того, как у вас дух станет чисто плотным, или вы получите качество жителя Эдемского сада до первородного греха, оказывается, что через вас начинает проявляться многообразный мир, который и называется миром Творца. И к вам в голову и придет нужная мысль, и вы почувствуете нужное. Вот для этой ситуации, в ту меру, сколько необходимо, в ту интересность, которая пока переносима вами, вы больше пока не можете, лопнете. Ну и так тогда получается, что вы живете у Господа за пазухой. То есть вы живете в зоне, где сердце Бога, а вы внутри Него. То есть вы живете в условиях, когда вас Боженька любит, как свое любимое дитятие, защищая вас от незнания, невежества, неумения, глупостей, грубостей, катастроф и так далее. То есть вы находитесь в облаке свето-плазмы, которое называется кровь Бога. Или облако Святого Духа, которое называют обычно благодатью. Если на вас спустилась небо благодать, ну вы тогда и начинаете говорить на любых языках, и понимать любой сложности, и созидать гармонии и звуковые, и зрительные, и так далее. То есть вы становитесь на уровне всех хотения, что вот вы хотите, вот то вы и можете, оно и получается. И эта созидательность не является только предметно-манипуляционной. Хочу чемодан с серебряными застежками, и вот тут материализуюсь чемодан. Это не основное. Боженька состоит не из вещества, а из света. Ну, значит, вы живете, излучая, и это излучение, попадая в кровь другого человека, реализуется там в качестве уже плазменных шариков, плазменных светящихся солнышек. Это уже Богородец. Таким образом вы уходите от эксплуатации Бога, но Он все-таки сотворил мир. Спасибо Ему за это огромное. И Он как-то, поэтому не очень предъявляется в вашей жизни, даже когда вы сильно молитесь. А вот Богородица – это совсем другое дело. Она теперь в вас живет, в ее доме. Ну, и тогда ваш домик, кожаная одежда, чтобы они сильно там, штукатурка не отваливалась, надо, чтобы у вас просто была система индивидуальная. У вас должны быть солнышки, и у вас должны быть черные дырышки. Поглотители, место рождения света, запас света – это черная дыра. И источник света – это солнышко, это большой взрыв. Коллапс на взрывные возможности. Для того, чтобы получить плазменный шарик, надо свет определенных кондиций. Для того, чтобы получить черную дыру, надо, чтобы этот шарик остыл. Точно так же, как звезды, когда остывают, превращаются в черные дыры. Поэтому криогенно, то есть охлаждающие на высокой скорости процессы, дают медленно текущее время, медленно изменяющийся мир криогенной системы, так называемые. И они могут храниться очень долго. А если у вас вокруг вас мир низкотемпературный, ну так, как говорит, сам Бог велел, вам сильно в этом мире при низкой температуре не портится. Но проблема в том, что у вас есть несовершенство вашего жизненного устройства. Ваше тело состоит из жидкокристаллических систем. А жидкость в веществе имеет несколько фазовых состояний. Их пять. Вы знаете три. Твердая, жидкая и газообразная. Поэтому, когда жидкость нагревается, она превращается в подобие газа. Когда жидкость охлаждается, она превращается в твердое вещество. В лед, в снег. Для того, чтобы вот вы могли не замерзать так, что у вас объем жидкости, когда она замерзает, становится больше. И за счет этого все пленочки лопаются. Сосуд не сохраняется. Вот для того, чтобы вам получить сосуд сохранения, вам надо научиться находиться в состоянии, когда вещество имеет еще три устойчивых состояний. Вот три, это твердое, жидко-газообразное. И между ними есть еще устойчивое состояние. Это состояние конденсата называется. Капельки такие. Разный конденсат с капельками разных характеристик. Есть конденсат между твердым и жидким. Есть конденсат между жидким и газообразным. И есть конденсат между твердым и газообразным. Но если вы получите хотя бы конденсат Болзейнштейна, как он называется, между твердым и жидким, ну тогда это жидкость, имеющая как бы совместные характеристики. Она вроде и твердая, и не твердая. Она вроде жидкая, не жидкая. Она вроде металла, не металл. Она как бы и то, и другое в зависимости от необходимости. От того, что вокруг сколько давит, сколько кислорода, сколько температура там, еще что-то. Но где вам надо получить вот это все? Вам надо получить это на на дверях, на вратах, на адаптере, на входном, на поверхности сердца вам надо получить конденсат крови Бога Матери. Или плазменные капельки, которые идентичны Солнцу. тогда у вас сердце будет солнечное, потому что мышечная сумка будет покрыта плазменной оболочкой, которая будет чувствовать не только первую, вторую, даже третью производную, даже на одну тысячную. Если меняется какой-то параметр в окружающем мире, вы это будете уже фиксировать. и изменения, которые происходят, не будут для вас неожиданными. Вы будете трансформироваться, изменяться одновременно с миром. Одновременно. то есть вы сможете делать время. И тогда сердце вот такое плазменное будет адаптером времени. Но тут есть проблема. Это проблема давлений или проблема закона Пашена в вас. По закону Пашена, который вы все изучали на уроках физики в школе и хорошо поняли, что давление в жидкости распространяется во все стороны одинаково, а давление в твердом объекте распространяется во все стороны не одинаково в зависимости от организации его кристаллической структуры. Вот здесь вот получается, что если вы подвержены такому явлению, как любовь земная, вот это то, что является причиной вашей преждевременной смерти от сердечных болезней, в частности от инфаркта. Как получается инфаркт? Сердце, например, мужчины, ну это такой бассейн с двумя трубами. Известная задача школьная. Надо понимать, что надо все две задачи уметь решать. Бассейн с двумя трубами, чего втекает, чего вытекает. И про пешехода, который вышел из пункта А в пункт Б, а по дороге с ним случилось Г. Две трубы, на них клапаны. Открывается входной клапан, заходит порция крови, возвращающаяся уже в ней нету кислорода, она венозная. Этот клапан выпускной закрыт. бассейн связан с легкими и через легкие в кровь внутри сердца попадает кислород. Кровь обогащается кислородом, воздухом. Дух приходит через открытый рот, через роторное отверстие. Дальше сердце начинает мышечная сумка сжиматься. Впускной клапан назад не открывается, у него только сюда калитка открывается, вот так. Туда давит, но не открывается. Давит сюда, вот эта калитка открывается, выпускная. И обогащенная кислородом порция крови уходит в сеть крупных кровеносных сосудов, которые называются артерии. И по этим сосудам, за счет еще того, что вот эта пульсация сердца задала бегущую по стенке сосуда сокращающую диаметр трубы волну, вот за счет вот этого сжатия начинается проталкивание крови дальше туда. Ну, когда давление здесь на эту дверцу уже упало, кровь прошла порция туда, дверца назад. И это открывается в следующей порции. Почему дверца назад? Ну, тут вакуумирование происходит. Ну, когда тут давление поменьше, это закрывает. И так оно пульсирует. и гонит туда. В зависимости от того, сколько потребляется кислорода различными органами тела, какое горение там идет, тление или яркое горение, как паяльная лампа, это вот человек так работает в энергообеспечении процессов горения, процессов автогенерации, потому что горение это то, что дает тепло, то, что дает свет, это излучение. но тут появляется другой человек, она, например. И что возникает? У них возникает любовь, кольцо, трансформатор, солитон замыкается. Электромагнитная волна накрыла их обоих. Вот отсюда и сюда и между ними появляется чувство. К чему приводит вот эта связь одного сердечника с другим сердечником? Вам интересно, что я рассказываю или вы спать хотите? Ну ладно. Рассказываю дальше. Появляется связь по управлению. Вот эти два сердца становятся подобными. Их ритмика должна быть одинаковой. Точно так же, как если на мраморную плиту положить двое часов. Вот эти часы, как ходят, вот так же будут ходить эти. Они будут по образу движения одинаковые. Это называется маятники, соединенные между собой. На этом, кстати, был построен принцип продажи швейцарскими часовщиками часов высокой точности, хотя часы такой точностью не обладали. Они делали просто одни часы высокой точности и клали их на витрину. Приходил какой-нибудь буржуа и говорил, хочу такие часы. Говорит, эти часы не продают. Он говорит, хочу такие часы, можем сделать точно такие же. Ему делать точно такие же часы, он приходит, лежат двое часов и ходят одинаково. Разница в одну секунду за сутки, там, отстают там или торопятся. Он платит большие деньги, ему продают эти часы, и они у него в сутки начинают отставать на 15 минут. Почему? Они не отставали, потому что они находились в резонансных отношениях с этими, эталонными часами. Как только связь прервалась, все, если конструкция не такой точности, как эта, она будет давать сбои, она будет туда-сюда гонять меру, называется. Ну вот у вас точно такая же конструкция. Вот эта мраморная плита, эта связь, это называется любовь. Как только она появилась и проявилась во взаимодействии тел, что началось? Открываются входные ворота в это сердце. Кровь зашла, дверца закрылась. начинается обогащение воздухом, кислородом. Кровь обогатилась, сердце сжимается, чтобы выдавить кровь туда. А эта заглушка не открывается. Почему? Она синхронизована с заглушкой в другом человеке на выходе, и она откроется только тогда, когда там открывается. А там сейчас кровь наполняет сердце. и получается ритмика такая. Выпустите, ждите ответа. Вам обязательно ответит оператор. Вот когда он ответит, вот тогда и вы откроетесь. Но это это же мышца. Она не ждет. Она сжимает и сжимает. И появляется, что сюда выхода нет, сюда выхода нет, и куда выход? Через стенку сердца разрываем, и давление во все стороны одинаково, а вот здесь слабенькое место. и кровь начинает идти через, просачивается через стенку, через мышцу сердечную, разрывая, раздвигая ее, кровь попадает в сжатие не вот здесь вот бассейн, и вот так вот его давят, а вот здесь вот идет, и вот так вот ее давят. И тогда от этого давления предплазма, кровяная плазма становится плазмой на поверхность. Сердце выходит уже горящая кровь, плазменный шарик, искра божья. И так через много-много-много дырочек просочилась предкровь, и сердце стало пламенное сердце Данха. И там тоже. И получается, что теперь у вот этих влюбленных не мышечные сердца, не вещественные, а плазменные. Что у них вот оболочки сердец, это как бы вот здесь вот Богоматерь, и тут Богоматерь. И две этих вот Богоматери посылают всех к матери. потому что у них теперь появляется «я чувствую, что с ним происходит, я чувствую, что он грустит, я чувствую, что он болеет, потому что адаптер состояния вот этого и адаптер состояния вот этого сердца вещун становится. плазма». что плазма, она так, как вода, чуть-чуть капнет, волны. Интерференционно-дефракционные картины сразу появляются, поэтому появляется сразу проявление состояния. Что ты видишь, какой отклик, что ты слышишь, какой отклик. Вот отклик, это как раз волна на поверхности вот этого плазменного сердца. Ну, что, хорошо, правда? Этот любит ее, она любит его, они все такие чувственные, такие нежные, потому что они с очень маленького изменения уже чувствуют. Им не надо так стучать по балде. Кто там? Я и сто грамм. Сто грамм заходи, а ты уходи. И что вы думаете? все бы хорошо. Да вот есть проблема, что вот этот вот плазменная оболочка, оболочка святого духа снаружи сердца, она находится в мире, где вот там не пусто, там густо, там что-то мотается, а то, что там мотается, это грязь всякая, яды, отрава, то, что входит в вас с грязной водой, с грязным воздухом, с грязной едой, с грязными мыслями, с грязными чувствами, и получается, что начинает Святой Дух превращаться в нечистый Дух. Но это не капельки покрывается, а сердце покрывается. и тогда оно гаснет. Если вот этот вот канальчик в стенке сердца, зона омертвения, потому что сюда в канальчик уходит вода, кровь уходит, и поэтому сумка начинает в этом месте обескровливаться и омертвляется ткань. Если вот здесь на поверхности было озеро вот этой плазмы, плазмы, ну это хорошо, в озере и по крови дальше передает, как у гвоздику, тут они соединены, но как только вот эта штука засохла, любовь ушла, завяли помидоры, теперь получается, что сердце имеет проткнутость, мышца имеет дислокацию напряжений, разрыв, и дальше когда сердце пульсанет по давлению, оно просто разорвется и все. Потому что любовь земная, она использует временное хранилище под названием кожаные одежды, они не сильно нужны, потому что световое тело, тело Эдемского сада, оно может жить и без кожаных одежды. Просто тогда там как бы негде хранить знания, надо пользоваться вселенским разумом, что вселяется, ну то и делаешь. А тут уже свой компьютер, можно на винт набрать нужного информационного опыта какого-то и с него снимать, это твоя библиотека, у тебя полки с книжками стоят. Почему? А потому что тебе вот может потребоваться что-то, а если у тебя под рукой это нет, и это надо две недели ждать, так ты можешь уже и загнуться. Тебе надо, чтобы доступ был короткий по времени, мгновенный. Но для этого надо, чтобы у тебя был центр связи, тактическая информация, оперативная, стратегическая, быстро несутся массивы информационные, медленно, три слова, а ты живешь в своих темпах. Вот если ты будешь разговаривать с Розой, например, Роза очень медленно говорит, особенно большие желтые, они говорят очень медленно, они слово здравствуй говорят 24 часа почти, вот ты будешь стоять около Розы и ждать, когда она поздоровается. Сутки так простоял, сказал здравствуй, она так а ты нетерпеливый, у тебя темпы жизни другие, ты находишься вот в таких зоне таких темпов, а вот такой темп ты не можешь. Почему? Как только ты в этот темп пойдешь, ты должен, у тебя процессы должны быть вот такие, ты настраивайся на такой процесс, а это низкочастотный процесс, это процесс не красный свет, а инфракрасный, это звуковые волны, это волны штормовые, такие, их вот так на море не видать, а вот как к берегу подойдут, глубина маленькая, они начинают расти, это так называют цунамные эффекты, так вот этот цунами тебе раздолбает твое сердце в дребезги, поэтому тебе надо, чтобы у тебя появилась не одна пленка плазмы, а луковица, несколько плазменных слоев, в этом случае тогда, когда один слой погаснет, но другой слой может поярче сделаться и поджечь опять, потому что маятники у тебя есть, есть печенка, низкочастотный колебань, там один удар в минуту, в две минуты, есть легкие, это уже вот на этой кривой кратно число, вдоха выдохов соответствует полупериоду, на этой на легких сердце ду-ду-ду-ду-ду там стучит, на этой продолговатый мозг и каждая она должна быть кратна, вот тогда у тебя система синхронизирована, тогда у тебя нет проблем, у тебя и низкочастотные входящие потоки очищаются и выходят, среднечастотные, высокочастотные, сверхвысокочастотные, у тебя все гармонично и при этом еще общая огибающая всех этих процессов, она не гармонична, она хаосная, поэтому в тебе есть возможность хаосного ответа и состояния, и гармоничного ответа и состояния, в тебе есть и дневной и ночной дозор, есть и до красного, зона прекрасного, перед красным, ты можешь останавливать мгновение, низкие частоты, медленно, и можешь очень ускорять зафиолетовый туда зону рентгеновского излучения, нейтрина и так далее. Поэтому, конечно, конструкция тела, конструкция кожаных одежд, она была какая-то подозрительно неправильная с самого начала. Было понятно, что одно солнце, это всегда ненадежно. Одна лампочка требует профилактики, ее надо отключить, но тогда будет темно. Вот если две лампочки, ну тогда будет немножко темнее, но свет все равно будет. Тогда можно заменять. Поэтому одно солнце ненадежно. Надо два солнца. У вас два глаза, две ноздри, два уха, коренных два. Все по два. А сердце одно. Причем это как-то странно. Легких два, полушария в шесть, ну два так, два так, все шесть полушария в голове. А сердце два должно быть, оно у вас одно. И поэтому за счет того, что вы не живете так, чтобы у вас появилась паранормальность, паранормальных сердец, одно для одних диапазонов эмоциональных состояний бум-бум-бум-бум там. Я тебе нравлюсь? Нравлюсь, нравится. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну, это собачий эффект, там, сердце так, дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук. Поэтому для того, чтобы вам стать подобным Творцу, вам надо убрать из сердечной деятельности вещество, то есть мышцу. А мышцы бывают разные. Бывает жгутиковая мышца, бывает пенная мышца. Вот пенная мышца – это та мышца, которая у афродиты сделана из трёх средств. Из песка, воды и воздуха пузырьков. Так вот эти пузырьки пенные, если они внутри имеют воздух, это одно. А вот если пузырьки внутри имеют пузырьки, это другое. Поэтому вам надо, чтобы у вас от необходимости, что вы очень хотите вот так жить, чувствуя совершенно неописуемые по силе чувства, потому что если время набирается, то человек, который жил в отчаянии тысячу лет, если вы попробуете это отчаяние на своём сердце пережить, то оно лопит в дребезги сразу же, потому что он отчаянно без тела живёт, он как дух живёт. А вот эмоциональная память накапливается. Поэтому не надо держать жабу, не надо в себе держать подселёнку, не надо держать в себе нечистый дух. И самое главное, чистый дух в себе тоже держать не надо, если у вас для него нету домика, он обязательно засорится. А домик – это плазменное сердце, которое вы делаете из капелек, из искорок божьих. И делаете новую плёнку для этих искорок, это уже другое. Там вяло кипящая серебряная плазма, а вы делаете золотую плазму, внутри которой находятся вот эти капельки вялые. Но вам надо какую-то модель имитационную, чтобы они так организовались. Это называется… Родовые системы надо использовать. Это называется С-90 – углерод. Можно С-60, но лучше С-90, конечно. Но сразу не получится. То есть у вас есть с левой стороны вещественное сердце, а с правой стороны надо сделать плазменное. Вот и всё. Там для него место есть. Когда сделаете вот объект с такими вот паранормальными сердцами, и называется Бога-человек. У него есть достоинство человека, а недостатки человека он сбрасывает в боженьки. И достоинство Бога, а недостатки Бога он сбрасывает в человек другому. Есть на Дальнем Востоке река Амур. Она впадает туда, в Тихий океан. Напротив него есть остров Байдуково. На нём, когда Громов и Байдуков летели в Америку, там промежуточную посадку делали. В честь одного из пилотов назвали этот остров. Там есть рыбокомбинат на берегу. Мы приехали на этот комбинат с Яриком Близнюком. Он как раз тогда готовился стать научным руководителем Батумского первого в СССР дельфинария. И я его готовил, чтобы он знал, что делать и куда и как. Я его взял в экспедицию на отлов новых видов млекопитающих. Морских котиков, сивочей. Тех, которые и в воде живут, и на берегу. Вот человек в основном на берегу. В воде мало живёт. А те и там, и там. Поэтому у них есть масса патентов таких природных, которые человеку бы хорошо было бы иметь у себя в теле. И поэтому мы это изучали там. И поехали вот на этот остров Байдуково в экспедицию. Ловить белых китов. И заехали на этот рыбозавод. И пока ждали там, пока погрузят на экспедиционные все вещи там на корабль. Мы с ним идём, такой вот причал пирсовый. Тут комбинат, тут море. Тут лежит такая палка. И на ней такой на верёвочках квадрат проволочный и сетка. Подъёмка называется. Я говорю, Ярик, ты знаешь сколько рыбы на Дальнем Востоке? Вот возьми вот так вот, зачерпни. И навалом сразу. Представляешь, столько рыбы. Он говорит, да ладно тебе. Я говорю, ну вот посмотри по реке, видишь там рябь идёт. Это всё рыба, рыба. Но он же слышал, что там лосось идёт, знаете? Он говорит, это лосось. Я говорю, нет, не лосось, это платва. Он говорит, я никогда не слышал про платву, чтобы столько много шло. Я говорю, ну давай. Ты не веришь? Вот смотри. Я беру. Этот сачок здоровенный. Опа! И выкидываю. Такая гора рыбы прыгает. Ведра три, наверное. Вот таких вот платвиц. Ярик как посмотрел, говорит, вот люди живут. Хватает этого. Опа! Ни одной рыбы. Опа! Ни одной рыбы. О! На! Я беру. Я беру. Опа! И ещё три ведра рыбы. Он берёт. Опа! 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 Ничего нету. Он так на меня смотрит, говорит. Ничего даже слова не говорит. Ярик, я тебе объясняю, что такое концентрация, чтобы ты понимал. Вот здесь вот где ты черпаешь, там рыбы нет. А где рыба? Вот где я черпаю, там как раз из цеха идёт труба, по которой все внутренние, из всей кишки рыбы, вот туда назад возвращают. И там рыба стоит и жрёт. Она стоит вот так, голова к голове, такой пучок. Вот только в этом месте. Вот черпнул, вот да. Вот левее, правее дальше, где хочешь. Нету столько рыбы. Вот здесь есть, здесь буфет для начальников, понимаешь? Он так, о, рыба. Я говорю, понял. А то он себя чуть за неудачника не посчитал, представляете? Поэтому надо знать, что привлекает и что концентрирует. И каким образом можно получить, ну скажем, в теле, чтобы в одно место тела сбежалось то, что надо. Надо там, чтобы кушать. Понятно? Значит, какая проблема вот у тебя? Ты понимаешь или нет? Ты, ну, возможно, женщина, правильно? Значит, у тебя есть, возможно, выработка женских гормонов, правильно? Чтобы их нейтрализовать, иначе ты за сахаром сейчас станешь сволочью. Стервой. Надо мужские гормоны. Понимаешь? Чтобы сгорел сахар, надо пепел мужской жизни. Пепел мужской жизни – это сгоревший мужчина. Поэтому для того, чтобы вот этот одинокий турист с рюкзачком, да, дошел вот до пункта, где его ждут, до клетки с яйцом, ему надо питание, ему надо энергия, чтобы он дошел до туда. Потому что он не просто должен дойти, он должен дойти первый. А у него состязание с десятью миллионами других желающих выиграть этот марафон. Почему? Он, его качество, его системность вырастет и проявится в этом мире. А девять миллионов девятьсот девяносто тысяч, девятьсот девяносто девять не родятся. Вероятность его необходимости ниже нулевой вероятности по теории вероятности. То есть то, что ты родилась, это невероятно, невероятно, еще раз невероятно. Потому что одна сто сорокамиллионная вероятность. Поэтому для того, чтобы вот этот турист дошел туда, где у тебя это все спрятано, мужчина, мало того, что он отдает тебе будущее, он еще убивает себя прошлого. В нем вспыхивает гомоглобуленовая рентгеновская звезда, которая просвечивает мягкие ткани твоего тела и дает в туннеле, где идет турист, энергию ему, чтобы он мог подкушать, идти, подкушать, идти и так далее. Но вот этот цвет, который сюда используется как энергия движения жизни, вот для фабрики производства смертельно. Поэтому в рентгеновском кабинете там такой свинцовый фарточек надевают, что импотентом мужчина не стал. И он, когда вспыхивает, он убивает свою фабрику производства себя в будущее. То есть в нем необходимость будущего нет, все. Он не нужен в будущее. И при чем тут желудок? Как ты понимаешь, если ты посмотришь в краткую медицинскую энциклопедию, то ты увидишь, что путь из желудка мужчины лежит не к сердцу его, а совсем в другую сторону. А тебе туда не надо. Тогда вопрос. А как это связано? Вот есть такая штука в организме, поджелудочная железа у мужчины. Завод, который производит два вида продукции. Одна продукция – это ферменты разложения пищи. Чтобы ее разложить и получить в конце концов электролитическую реакцию, дающую излучение свет, с чего зарядится клетка, вот нужен фермент. Фабрика может вырабатывать фермент. А может вырабатывать вещество, из которого делается желе хвостатиков, тело хвостатиков. Вот она может и это вырабатывать, и это вырабатывать. Но у нее вот такой импульс, план. Может только вот это, условно, килограмм. Может только вот это, условно килограмм. Может по полкило этого, по полкило этого. Но если у тебя товарищ пожрал, и ему надо катализаторов, да, ферментов, потому что он сожрал 10 килограмм, да, ему надо вот килограмм, все, желе на хвостатике не вырабатывается. Если он поел много невкусной, требующей большой ферментной группы для разложения. Если он поел мало и вкусно, качественно, питательно, там все как надо, разнообразно. Ну, например, там, значит, селедочки для аппетита, чуть-чуть такой, слабосоленый, норвежская лучше всего, с синим лучком и чуть-чуть маслица. Это для аппетита, понимаешь, да? Ну, потом... Рассказывать или? Мы вообще заснули, по-моему, рано утром по тому, что, как я вот там показывал, как это делается. Мясо пандалузский. Вам показали только одну десятую. Каким образом обрабатываются, сохраняя в себе жизнь различные продукты, которые как синтез в одной кастрюльке делаются? Чтобы вкус и жизнь каждого продукта сохранить, а не перемешать и сделать для свиней еду. Поэтому до этого там были свиньи, но которые вот по-другому... Их питают по-другому. Потому что то, что делается, это кожаная одежда, неважно, помидор, гриб там... Это кожаная одежда для света, для святого духа. Вот какой дух, вот такое тело будет. Какая пища, если это пища физическая? Нет. Это физически, духовно и духовно-физическая. Поэтому, если ты хочешь, чтобы у мужчины появились строительные кирпичики для тела хвостатика, который донесет в тебя гормоны мужские, не корми его невкусной пищей. Понятно? Тогда фабрика выработает желе, и они пойдут. Но, если ты будешь кормить его пищей, которая требует ферментов разложения, это ты кормишь его физической пищей. Если ты будешь кормить его духовной пищей, а ты не можешь его кормить духовной пищей, потому что это мужчина может кормить тебя духовной пищей. Почему? Потому что он подобен Творцу, а ты нет. У него есть излучение из рук, которое дает капельки Святого Духа в пище, в курице, в том, что он там, в тесте, где угодно. Когда ты готовишь, нет излучения. Энергомощность маловато, не вскипает пузырёк. Понимаешь? И поэтому, чтобы тебе получить такое излучение, тебе надо вот придумывать себе, фантазировать что-то такое, а чего ты распались. Но вот здесь проблема. А если ему нужно работать, затратить вот за такое время, вот такую вот, не вот так по чуть-чуть, а вот такую мощность. Если ему надо развить излучение, увеличив диаметр Вселенной, в который его свет вселяется. Ну, чтобы он был дьявол в теле и рядом с ним. Бог в теле, рядом и дальше. Вот насколько дальше? Где граница ауры человека? Так надо, как он полыхнёт? Как выделиться энергией? Выделиться энергия очень быстро, но можно разогнать частицы. Они далеко улетят. Не выделиться. Значит, тогда, если у тебя нет приземлённого света из рук, это земной свет, так называемый, должен быть свет из башки. То есть, у тебя должен быть конструктор ментальный, который работает не на альфа, бета и гамме излучениях, а на омеге излучениях. Ты должна иметь формирователь виртуальных образов, который даёт тебе многообразный мир по образности и светимости больше, чем вот этот. Понятно? Это мир, потерянный рай. Понимаешь? Боже, чтобы там не было отражателей света, чтобы там были излучатели света. Свет от них идёт. Свет в них накапливается. Видишь? Накапливается, хранится в них, вселяется. Это вселенский свет. Он вселился, а потом оттуда идёт. Понятно? А ты будешь сказать затерянный рай? Не затерянный мир, не потерянный мир, не потерянный рай, а затерянный рай. Будешь искать? Да. А когда? Сегодня. Вот смотри, чтобы тебе было понятно ответ на слово «когда». вот Земля и Марс, они находятся на расстоянии друг от друга в 130 миллионов километров. Если захочешь лететь отсюда до сюда, они ещё двигаются. Видишь? Значит, тебе тогда надо вылететь в определённое время. Да? Сколько ты пролетишь километров? 130 миллионов? Да. Но есть такие вот моменты, когда Марс подходит на расстояние 55 миллионов километров. В два раза меньше, даже больше, чем в два раза. Тогда время путешествия на Марс у тебя сократится. Да? В два раза. И расстояние в два раза. И горючее, и всё. Видишь? Понимаешь? Что есть разница. Поэтому, когда вот спрашивают, когда? Говорят, вот когда будет 55? Почему? Опасный момент очень. Солнышко зайдёт за горизонт, Луна зайдёт за горизонт, а самый яркий объект на небе будет что? Марс. А свет Марса – это свет перегретой планеты. Атмосферу потеряли, видишь? И в нём содержатся спутники Деймос и Фобос – страх и ужас. Если у тебя мозги не будут снабжаться, и у тебя будет перегретая атмосфера, уйдёт, перегретые мозги, угоревшие ЦО, то у тебя появится состояние марсианина или марсианки. Понятно? Или нет? Что такое перегретые мозги? Что такое угоревший человек? Это человек, у которого одна, но пламенная мысль. Одна. Вот что он подумал, в это он и верит. Он считает, что вот это единственно и правильно, вот так и должно быть. Это начало терроризма называется. Когда угорают, не хватает не СО2, а СО. Понятно? Так вот, чтобы тебе не угореть, не надо впускать в глаза свет Марса. Иначе у тебя внутри головы Марс образуется. Да, у тебя появится духовая составляющая над... Но эта вот духовая составляющая, она начнёт иметь связь с различными духами. И у тебя в голове будет такой кавардак, столько народу будет стучаться со своими проблемами, как на восточном базаре. И избавиться от этого ты никак не сможешь. Это называется душевно больной. Там душа, она болеет, потому что в ней разные жизни. Она, как говорится, не однородная, не одного рода, разных родов. Поэтому разное время, разное там всё. Поэтому вот, когда мы решали задачу Дранг на Хостен, план Барбаросса, переделали план Барбосса, чтобы не было плана молниеносной воды войны Германии против СССР. Для этого надо убрать влияние Марса на автора теории молниеносной войны. Дух, который в нём был, Дранг на Хостен на Восток. Вот на Марсе на Восток надо идти туда, где Солнце, потому что оно растапливает лёд, который под марсианской поверхностью. И там появляется атмосфера, условия жизни. А потом замерзает и всё. Нету газовой подушки, негде жить. Воздуха нет. А те духи, которые есть, они в условиях недостаточности живут. Они голодные и страшные. В общем, когда решали эту задачу в Кенигсберге, в том месте, где вот… С одной стороны, страх и ужас. Теория молниеносной войны Фридриха Вильгельма Барбаросса. С другой стороны, там же великое сидение Петра Первого. Он учился там. Там же Кант, великий мыслитель. То есть, оттуда пошла война и оттуда пошло знание о… Знание о мироустройстве. Странное место такое. И вот, когда получали вот эти все знания, необходимые для другого мира восприятия и мира организации… Ну, вот там парень, который сумасшедший, фактически. Потому что он не воевал, но у него в голове ребята, которые воевали, но они пользуются его телом, его звуком, его руками. Тех, которых убили там в Афганистане, но они не отошли, а вот у него ворот открыт и туда ходят. Единственного, кого он слушал, а он мог сотворить в любой момент, что хочешь. Он такой… В мире виртуальной реальности живет. Он этот мир воспринимает только как враждебный и конфликтный. Оттуда идет порядок, который здесь надо восстанавливать. И вот он с ножом, с настоящим, нормальным, боевым ножом. И у него на шее сидит мой маленький сын, который единственный, кто может его вот так вот умиротворить. Представляете, вот такое переживание отца. Я бы, конечно, заменил его на себя, но боюсь, что он загнулся очень быстро. И нам не удалось бы разобраться с этими барбаросами. И не удалось бы пересадить вот этот агрессивный, от ужаса агрессивный, от страха дух в собаку барбоса там. Реально пересадить. Чтобы собака не была агрессивной. Именно тогда Марс был на расстоянии 55 миллионов километров. Именно тогда там заходил Солнце, в ту же точку заходила Луна. И оставался самый яркий объект на небе – это Марс. Поэтому все теоретические изыскания, которые озвучиваются в различных рассказах, это всё на практике сделанная вещь. Это не теория. Всё это практика. Потому что практика – критерий истины. Если ты хочешь работать на принципах мини-макса, минимальной затраты на максимальный результат, и на результат гарантированный, ну вот, придётся тогда эти два принципа сделать своими жизненными принципами. Ты так жить будешь. Если ты начал что-то делать, ты обязательно сделаешь. И затраты будут минимальны. А результат максимальный. И результат гарантирован. Но если другой, который не живёт на этих принципах, захочет получить гарантированный результат, он не будет его получать. Почему? Потому что, если ты ему скажешь что-то сделать, а надо сделать стопроцентно всё, что сказано, он не привык так. Он обязательно что-нибудь не сделает. Или что-нибудь сделает по-другому, по-своему. Считая, что вот это изменение истины – это его право. Что его свобода, его воля, его неподчинённость задержатся в этом. А на самом деле – нет. Если идёшь по самой кривой – критической. Если там по умеренной – тогда да. Поэтому, если ты хочешь вот кому-то, кто привык, ещё и себе верить, ещё и сам что-то решать, ну ты не говори самую короткую траекторию. Я говорю – вот такой диапазон. И пусть болтается. Вот в этом коридоре. Понятно? Чтобы у него было право на ошибку. Вот столько – это ошибка. И вот столько – это ошибка. А вот столько – нет. А он всё равно, при наличии в нём повышения чувственности, он всё равно начнёт чувствовать холодно, теплее, горячее, теплее. Он по своему состоянию, ему будет вот внутри тепло и светло становиться, по мере приближения. И у него появится такой интегральный поиск цели. Он как бы будет выходить не от разума, а от чувства. У него как бы душа впереди него идёт, в его тело. Но для этого надо, чтобы получилось, чтобы вещественные хвостатики превратились в световые. Чтобы вещество превратилось в свет. Причём свет достаточный, чтобы он проник через там. И эти клетки начали делиться. То есть это проникающий свет. Рентгеновский – жгёт. Надо выше, чтобы дырки не оставались. Поэтому вопрос – что является системой освещения рая? Какой там свет? Ну, а да там котлы кипят. Ну, явно дрова там чертича закоптелась. Ну, понятно. Это тепловые, в общем, красные. А рай? Там нужен источник света? Или там всё само светится? Это Пандора? Ну, так гравитация должна быть почти нулевая. И начало… И всё. И масса появилась. А масса – вещество. Взаимодействие массы М1 умноженное М2, оно даст скалярную составляющую в уравнениях Максвелла. А это не скалярная, это векторная. Она в другом измерении. И ты можешь заглядеть в другое измерение, спокойно совершенно. При своём теле причём. Если у тебя время адаптивное. Ты можешь и в 16-й век, и в 25-й. И можешь в одном звездолёте. Три человека с 16-го века, один с 20-го, два с 23-го. На Земле ещё 21-й. Они уже работают. Все вместе. Интересно, правда? А вы думаете, что вот тут вот матрасники – это не так? Ведь вы же должны среднюю планочку взять человека, правильно? Средняя обучаемость, средняя светимость, которая будет в 23-м веке. Так сейчас есть очень тёмные, есть очень светлые. Ну, в среднем вот столько, правильно? Ну вот. Поэтому не только сердце надо сделать плазменное. Надо, чтобы ещё куда-то эта энергия была нужна. То есть усваивалась. Для чего-то? Надо топливо, чтобы движитель работал. А движитель, чтобы двигатель двигал куда-то. А куда двигать? По жизненному пути. По какому пути, когда это же через себя теперь ты можешь путь гонять? Ты теперь звёздные врата. Понимаешь разницу? Видеть путь перед собой и думать идти по нему, не идти. Для тех ленивых, которые вот тут собрались, ну его нафиг, чтобы они куда-то шли. Ты говоришь, сегодня пойдём. Ты что, смеёйся? Вот эту ты хочешь поднять, чтобы они куда-то шли. Они тебя потом за это, знаешь, как будут поругивать. Ну вот такие спектакли, вот такие действия, вот такие вот постановки, в которых ты… Ну можешь не действовать, но оказывается у тебя теперь… Ты теперь негодяй, правильно? А если действуешь, пошёл и не нашёл, тем более негодяя. Чего тогда ходил? Лучше бы сидел. Ну, в общем, учти, что для того, чтобы тебе найти затерянный рай, тебе надо сначала найти затерянный мир и в нём не потеряться. Потому что, если ты думаешь, что в каждом мире есть рай, и это не так. В каждом раю есть мир. А если в раю война? А если у тебя принцип «ничего не знай, моя хата с краю», то рай – это вот твой край? В общем, ты хочешь быть крайней? Армия Краёва. Учти ведь, если вот, например, ты к религиозной какой-то группе будешь причислена, ну, к каким-то… Какой-то процедурой посвящения, там, к староверам, или к православным, или к мусульманам, там, или к буддистам, там, кстати, не надо так сильно посвящения. Дальше у тебя уже воли нету. Всё. Почему? Так, уменьшение мервности объекта, если уменьшается, это деградация. Это коэволюция. Надо увеличивать мервность. Значит, если в тебе не хватает конструкции, если есть вещество, есть поле, но нету плазмы, которая бы дала другое поле, другой свет, ну, так надо его собирать. Так тебе говорят, стяжай смысл твоей жизни, стяжать, собирать, стягивать на себя Святой Дух. Едь туда, где источник света, вот этот свет в тебе и появится, потому что тебе точечки появятся, маленькие источники, но их много, и ты будешь как вот светящийся точек. Понимаешь? Угу. Ну, хорошо, если понимаешь. Какие есть вопросы? Пожалуйста. По поводу инфарктов, а почему наблюдаются большие количество инфарктов и нищие? Ну, потому что они перенастраиваются на женское сердце. То есть они не в своей цикличности работать начинают. А у них в основном, ну, такая жгутиковая конструкция, которая так легко рвется, поэтому такие разрезы, как банан, вот так шкурка. Они как бы... Можно бы было нарушить, как бы, закон Пашена, развив его дальше, что давление в жидкости во все стороны одинаково, и его можно дальше передавать через газ, например, в воздушной среде, но надо тогда, чтобы это давление несло время. Механизм передачи давления – это механизм на базе времени. Тогда времени можно вот передавать давление. Ну, для этого надо, чтобы вот световремя было, светоплазма, потому что так не передашь. А если там тромбу другого, тоже можно так вот раз и почистить, продвинуть, не закупориться. Важно, чтобы не нарушались темпы обменностей. Если слишком мало, не хватает, слишком много там засоряется, склады забили, дороги забили, проехать не проедешь. А это надо, чтобы система была самонастраивающая, энергетическая. Желательно, чтобы это была не одна труба, а много труб. Поэтому, говорят, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, у которых есть по 100 рублей. Какие есть вопросы? Пожалуйста. Как сделать ноги или что нужно сделать, чтобы плазм на оболожке было несколько? Надо несколько раз, причем с большой скоростью, умереть от инфаркта, причем от разных. Тогда у тебя старая конструкция будет не нужна, она уже не работает и появится новая. Если ты будешь представлять из себя интерес для тех, у кого такие технологии есть, им не выгодно тебя терять, они тебя подчинят. Вселенная, где все ленятся, будь необходимым. Тогда самому не надо будет. Понятно? Но для того, чтобы тебе иметь вилку, необходимость, не скажем, не с 1900 какого-то года до какого-то там года, ну, когда ты проявляйся в жизни, сделай вилку такую. Вот Земли еще не было, а ты уже был необходим. Земли уже не будет, а ты еще будешь необходим. Ну, уйди от планетарной зависимости. Потому что если ты будешь зависеть от воздуха, от воды, от скалы, ну, это значит, ты скала, это одно и то же. Это одно целое, ты с этим связан, ты без этого не можешь. А чтобы тебе без этого мочь, ну, надо тогда... Вот вселенная, вот от большого взрыва, от разбегания, да, инфляционное расширение вселенная называется, прошло, ну, так, 15 миллиардов лет, считает. Понятно? Вот сейчас Хаббл уже излучение зафиксировал объектов, которым 14,5 миллионов миллиардов лет. Ну, это фактически объекты, вот начало вселенной, вот когда только, вот только, там всего 500 какие-то, это ерунда в масштабах вот таких, правильно? Вот скажи, вот, если это связано с тем, что вот этот большой взрыв, это как бы взрыв, ну, как свет, да, расходится, потом там где-то что-то трансформируется, получается какие-то, что-то там, вещество какое-то, плазма, еще что-то, да? Ну, в начале это свет, почему? Скорость распространения самая высокая, правильно? 30 тысяч километров в секунду, вакуум. А вещество, оно медленнее двигается, оно... Но... Ведь во вселенной не все летят вот так вот, в разные стороны, правда? Кто-то тут, может, сюда залетел, ему как далк что-то там, столкнулся, он теперь летит в другую сторону, правильно? И получается, что он может прилететь в тот мир, где находишься ты. И откуда? С края вселенной. Правильно? Почему? Она вот была расширялась вот до сюда пока, да? Он был на краю. Шибануло, он пошел назад, да? Ширина расширяется, вот настолько увеличилась, да? А этот просто шел назад. Это антивремя, да? Не туда-сюда. И он пришел сюда, когда этот пришел туда. И получилось, что он вот здесь, в золотой срединке, повернул, да? То есть тут он родился, сюда зашел, потом пошел назад, видишь? И пришел в место рождения. Место рождения... Ну, света вселенского края или конца света вселенной. Интересно, правда? А ты хочешь потрогать конец света вселенной? А? Не хочешь? Если у тебя будет вот это вот что-то, что с этим связано, у тебя от начала сотворения мира, да? До его конца и еще столько же. Видишь? То есть ты можешь ходить оттуда туда, отсюда туда. То есть у тебя есть регулятор времени, регулятор состояния твоего вещества, регулятор состояния проявленности тебе в пространстве и времени от начала вселенной, да? От центра, как она разошлась, а потом как она схлопнулась. Видишь? От центра до центра, от точки до точки. А что между этим было, так это уже не важно. Ты можешь сколько хочешь, вот так вот. Псю-псю. Ну, это вакуум. Вот он, вроде бы так, ничего нету, а он раз вскипел, вирулентные частицы появились. Вот тут ничего не было, раз появилось, потом раз исчезло. Вот тут раз появилось, раз исчезло. А вот, чтобы оно вот не исчезло, а застыло. Вот застывший свет. Свет бездны. Свет бездны. Причем твердый. У меня вот случайно с тобой в кармане. Вот. Это кусочек такого вот астероида, который вот с края Вселенной летел до ее начала. Потом врезался в землю. Надо просто знать, где в земле астрошрам, ну астра это звезда, где шрам нанесенный звездой. Таких гигантских катастроф в истории Земли, ну сейчас по исследованию было десять. Каждый раз условия на Земле менялись настолько, что все виды живых уничтожались, потом заселялось по новой. Следующий вариант. Вот для трехмерного, как бы, это одиннадцатый вариант. Ну, знаешь, все тридцать три. Тридцать три света. Ну, если свет не одинаковый во все стороны, он изотопный. Понимаешь? Тридцать три, ты понимаешь, что такое? Тридцать три года? Да? А? Что это за возраст? Вознесение, да? У нас вообще много таких вот интересных артефактов. Ну, например, Кольская сверхглубокая скважина, где там керн, там, с глубины, там, десять километров достали, что на глубине десять километров. Вот такой кругляшок, ну, вот, который в этой был, в штанге, в бурилке. И вот ты можешь его подержать, и говорит, вот это мантия земли, которой возраст четыре с половиной миллиарда лет. Ты держишь в руке время четыре с половиной миллиарда, видишь? Понимаешь? А я держу в руке. Шесть миллиардов, шестьсот шестьдесят шесть миллионов, шестьсот шесть тысяч, шестьсот шестьдесят шесть лет. Вон, сколько годов. Ты помнишь, там, три шестерки, число дьявола? А тут четыре раза по три. Это бифо.